Привет! Как уберечь свои ручки от воздействия холода, особенно осенью, зимой или ранней весной? И что поможет справиться с сухостью кожи? Вот у меня, кто меня смотрит, и кто не смотрит тоже, теперь вы знаете, очень часто осенью или зимой, особенно зимой, руки жёстко страдают от сухости кожи. Кожат рук у меня как бы всё время сухаря, большую часть жизни, но вот зимой, осенью или просто в холод, или иногда от частого воздействия химии бытовой, то бишь при мытье посуды, вот в это лето мне порезло, я пользовалась без перчаток, у меня как-то обхазия хорошо на меня повлияла. У меня кожа рук начинает шелушиться, иногда даже кровоточить, очень сухая, на самом деле это очень горно, неприятно и руки шершавые, ну, руки уже это практически лицо девушки. Ну, совсем, конечно, сушу руки, но девушки должны быть мягкие, нежные, кожа на них шелковистая. И я нашла лично для себя решение, решила поделиться этим решением с вами. Вот в этой баночке, не смотрите, что тут аджика, тут наклеечка, это мой маленький эксперимент вчерашний, на наклеечке три капли эфирного масла лаванды и на остатках сметаны, маска для лица или рук. На самом деле сметана я приложила в более удобную баночку, к контейнер, это козья сметана, я думаю, подойдет не только, ну, как бы козья сметана из козьего молока подойдет, сметана из козьего молока, из молока, будет вариться из молока коровы, из любого другого молока, которое у вас под рукой. Конечно, лучше всего сметана домашней козы, то бишь не магазинная, потому что в магазине часто пишут не только сливки и, допустим, какие-то бактерии специальные молочные, но и сухое молоко и вообще черт ничего, а иногда и какой-то заменитель молочного жира. Так что, все же, если покупаете сметану и для этих целей тоже хотите использовать, то лучше провести тест, как обычно говорят, на кусочек локтя, на полчаса ставьте маленький мазочек сметанки и посмотрите, не будет ли у вас какой-нибудь аллергической сыпи и на внутреннюю часть руки, с другой стороны локтя. У меня, к счастью, никакой сыпи не было и сметана от проверенного, скажем так, производителя, от женщины, у которой берут творог и молоко, молоко по большей части, нужно совсем чуть-чуть. Вот у меня оно вообще лежало вверху ногами. Сметана, хочу сказать, если вы вдруг не в курсе, ну, может быть, кто-то не в курсе, кто-то этот ролик смотрит, сметана из козьего молока отличается от коровья. Она, как и само молоко, очень жирная и она, можно сказать, даже ближе к сливочному маску и местами, может быть, даже кремообразная. И что я сделала вчера? Я намазала ручки и намазала речиком. Если тонким слоем выносить сметану на лицо, то можно использовать как крем. Ничего вытирать не надо, и вообще можно чистую сметану. Если хотите использовать как маску, интернет вам помощь. Можно также лавандовое масло использовать и яичко сюда добавлять еще что-нибудь куриное. Желточек, белочек, для каждой кожи свое. А можно просто толстый слой, ну, уж не сильно толстый, нанести на кожу лица. Лучше делать выходной, либо лучше делать на ночь, вечером. Но если вы уж совсем стремаетесь, а на локте у вас религия запретила протестировать, то вы можете лучше все же делать выходной, когда вам на следующий день никуда не надо идти. И все, кто рядом с вами, они вас уже видели даже со самой страшной маской на лице. Вот знаете, иногда вот приходишь к кому-нибудь, человек открывает дверь, там этот, на голове какой-нибудь ракет, из бигудишек на лице какая-нибудь такая маска. А если человек еще и лежит, то у него еще и на глазах иногда бывают такие вот огуречные кусочки. С непривычки можно испугаться. Если у вас нет рядом с вами людей, которые могут вас испугаться в этом виде. Мало времени, какой разгон потом последует или еще что-то. И вы уверены в своем окружении, то можете это протестить как бы на выходной. Или, когда вам никуда не надо, вот вечером помазались, утром встали и все вошли. Хотелось бы сказать, производитель нам обещает, но производителя нет. Как бы есть одна единственная, две или три козы, которые вообще не подозревают, подозревают, что я собираюсь их сметаной делать. Тонким слоем наносите на лицо, как крем, лучше все-таки вечер. Утро ваша кожа насилие. Может быть не с самого первого применения у вас там супер кожа станет, но на второе, третье применение уже будет ништяк. На первое применение просто, вот я умылась утром до умывания, но у меня была такая нежненькая, мягкая кора. Я умылась и у меня уже меньше сухость кожи на щеках. И вообще в целом, и практически я еще ничем не мазалась, никаким кремом, только вот тоником гринламы. Да, конечно, можно все-таки перед нанесением маски или крема, используя кузи и сметаны. Сейчас мы говорим про кузи и сметану. Можете про любую сметану, в принципе, говорить так. Можно нанести какой-нибудь тоник очищающий, но можно, в принципе, и наносить. Просто умойте твличко. И нанести тонким слоем. Если как использовать маску, использовать, точнее, как маску, то просто вот, ну, потолще слой нанесите на лицо. Излишки можно потом будет убрать влажной салфеткой, а можно будет даже, в принципе, умыться. Но я думаю, что лучше будет просто снять не то, чтобы влажный, даже волновакуумтийском снять эту самую лишнюю маску. И на руки точно так же. Вот здесь у нас совсем чуть-чуть. У меня есть зеркало. Сейчас вы увидите, как я делаю кремик наношу на лицо. Ну, вообще, покажу сначала на руках. Что хочу сказать. Вот сметана, она напоминает мне, допустим, вот кокосовое масло, когда оно подтаявшее такой полужидкой консистенции. Если вы его нанесете на что-то вот тепленькое, то оно будет таять. Вот сметана козья точно такая же. У меня эту сметану никто не ест. Из моего ближнего окружения тоже такую сметану никто не будет есть. По крайней мере, из совсем ближнего. Поэтому я могу себе позволить взять из контейнера пальчик, чтобы вы это не видели. Вот сейчас я вам покажу. И наносите на руку, как я. Растираете. Растираете по всем рукам. Кстати, ногти от этой сметаны тоже будут слегка блестеть, будто вы их воском наполировали. или каким-нибудь супер крутым кремом помазали, который и для ногтей, и для кожи рук. Что хочу сказать. У вас еще от какого-либо там крема, маски или еще что-то, это делается и не расходится, упав на ногу. Оно не липкое. Нет никаких неприятных ощущений. Если вам подарили костью сметану, вы ее попробовали, она у вас не пошла, либо очень жирная, особенно осенью. Вот молоко у наших рогатых животных имеет свойство жирниться. Становится еще более жирная, чем оно есть. Вы можете просто мазать этим сметаной ручки. Кожа сияет. Никакой хайлайтер или как-то его не нужен. Все впиталось и не липнет. Нет никакого странного неприятного запаха, который, допустим, вот... Но сметаны вот нет, по большей части. Я просто тут понюхала творог и молоко, я никогда не нюхала. Не всем просто нравятся, допустим, козьи продукты молочные. И у них действительно специфический такой слегка запах. Я вот на руках его нет. Для большего кайфа можете добавить несколько капель баночку, немножко сметанки, маленький баночку из-под кремника. Добавьте одну-две капельки эфирного масла, допустим, лаванды. Перемешайте это аккуратненько, а потом наносите на ручки, держите это счастье в холодильнике. Неделю-то точно простоит. Но если сомневаетесь, можете слегка заморозить, потом разморозить, ничего плохого не случится. Вот. Сейчас протестирую я вам, чтобы вы верили. Я беру телефон, у меня в телефоновом чехольчике со стеклом. Он не падает. Я беру зеркало за эту ручку, и оно не падает. Сейчас я буду наносить крем, потому что вообще я собираюсь на улицу. Ловите момент, я без очков. У нас почти ничего не осталось на крышечке, но мы соберем. Миластерка много. Кстати, можно наносить на веки, и оставлять на 10-15 минут, потом смывать водой. Вот отличная маска. Чем жирнее сметана, тем она больше подходит для сухой кожи. Чем она менее жирная, тем, соответственно, до жирной кожи. И да, вот такими похлопывающими движениями вы вдалкиваете этот природный крем в вашу кожу. К сожалению, нам не хватило. Можно еще? Кстати, еще что хочу сказать. Нет никаких неприятных ощущений на лице. И иногда от некоторых кремов, будь они там супер дорогие, супер глендовые, супер хорошие, и отзывы на них отличные, и эффект от них суперский. Ну, не очень так комфортно ощущаешь эти крема. Так же, как вот если, каким-нибудь там BB-кремом, CC-кремом приходилось мне однажды в тесторане пользоваться, я ощущаю его на коже, и вот, может быть, еще и поэтому не пользуюсь такой декорательной косметикой. Хотя я тут разбирала фотографии, чтобы найти, запечатленный мной один рисунок для подборки в Instagram, и нашла несколько входов, где я красилась зелеными тенями. Да, такое было в какие-то периоды жизни. Но все равно долго я с этими тенями не могла находиться, потому что я их ощущала. Какими бы они там не были, и разных фирм, от супер дешевых до супер дорогих. И вот уже ощущение, вот крем впитался, значит, на данной натуральной. И ощущение именно хорошего, такой нежной, увлажненной кожи, бархатной, персиковой. И никаких намеков, что тут вот был где-то крем, который не впитался, и надо его встретить. Впитывается мгновенно. Практически. Можно чуть-чуть ниже багажа помазать. Не знала, как поставить штатив, чтобы было видно стол, и при этом не слишком далеко была я. Потому что знаю, что некоторые смотрят меня исключительно с телефонов, и возможно там мониторчик намного меньше моего, или вот именно вот так вот. Религия не позволяет, а позволяет именно вот так вот где-нибудь там в одну треть телефона. крана. И, соответственно, это вот мелко очень. Я просто вам прорекламлю. Осенью и весной, говорят, надо кушать витамины. У меня тут яблоки есть. И я сейчас делаю смузи. Кто не подписан на мой инстаграм, ссылка есть в инфобоксе, ссылка есть в информации о канале, и вообще логин там точно такой же, как на YouTube. Туда я периодически пощу иногда вот такие свои фотоеды. И как раз вот смузи я сейчас стала делать. Не только фрукты можно есть, можно еще делать с настои, отвары, в термосе настаивать. Оно не увидится, скорее всего, именно таким цветом, но по виду это просто обычный чай. Кисленький. 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 Яблоки. Сушёные яблоки. Барбариса. Потом шиповник. И арония. Это чёрная рябина. Можно добавить красные рябины. Обычные вот рябины есть. Чёрная рябина, в которой арония есть. Красная. Просто рябина. Можно добавить боярышник. Все это вместе тоже смешать очень вкусно, витаминно и вы не заболеете никакими вирусными. Кто-нибудь спросит из тех, Кто меня уже смотрел, знает, что я периодически болею, у меня это иногда связано с особенностями организма, к сожалению, вообще. А иногда и я забываю. И вот у меня есть такой советский термос, то ли двух, то ли трехлитровый, и он держит температуру буквально практически трое соток, ну, уже на 30 суток, чуть меньше, может быть, не будет такого пара или супер такого горячего чая. Я вот что-то настоял буквально полчаса, он еще горячий, но уже не такой, что упал, а спарился, обожорился. В общем, увлажняйте свою кожу сметанкой из кузьего молока, либо из порудливого. И, кстати, можно использовать, если у вас, допустим, нет ни той, ни другой сметаны вообще. Но есть, допустим, укусие масла. Масло из кузьего молока, из кузьих сливок получается уже. Масло, допустим, коровье из коровьих сливок. Тоже малюсенький совсем кусочек, я, к сожалению, сейчас не могу это показать, потому что он у меня в морозилке. Мне вот подарили такой приличный кусочек масла, там 200 кг, он у меня в морозилке, и еще даже есть коровье масло, но покупное. Берете совсем малюсенький кусочек, он быстро растворится у вас в ладошках. И также используйте, как крем. Кстати, вот сметанкой можно даже специально просто немножко нанести на кончики пальцев, на наши ноготочки, и втереть. Они будут блестеть. Ну, конечно, если у вас на них нет маникюра, ну, какого-нибудь гель-лака или еще чего-то. Она чистая, обычная ноготочка. Но если вы страдаете всякими этими маникюрами на 2-3 недели, бедные ваши нотки в таком случае, они не дышат, они болеют, они жалуются, хотя сказать, хозяйка или хозяин, ну, дай нам немножко попитаться, дай нам немножко отдохнуть. В общем, если вы хоть иногда делаете перерыв в своих маникюрных процедурах для красоты рук и визуального кайфа, то можете тоже их увлажнять таким козьим маслом, сливочным маслом. Любым сливочным маслом, конечно, если оно хорошего качества, если оно, допустим, из магазина, а не сделал там кто-то из фермеров или местных сельских жителей, короче, владельцев козочек, допустим, или коробок сам овечек вывалить. Или с металкой. Точно так же, но и все на ноготочке. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Можете поделиться в комментариях, как вы справляетесь с такой вот проблемой сухой кожи рук, особенно в холодное время года или когда вы мыете посуду, и по какой-то причине вы не можете пользоваться перчатками. Дизиновыми, силиконовыми, или же просто, вот как я сейчас, внезапно, так вот, пользуюсь уже почти полгода без перчаток, хотя они у меня есть, именно посуду я мыть без них, хотя в других местах, ибо я очень приятливая, на самом деле, вода, вот может, то я вот пользуюсь с ними перчатками. Как вы спасаете свою кору сухую, и что хочу сказать, оно еще и ранка заживляющая, когда я разбирала припевку и вообще собирала ее тут на поле, я поранила пальчик, и меня вот буквально, ну, недели полторы, даже может быть уже две, не заживала, маленькая ранка была. И перики сюда плевала, и чем-то там еще мазала, ну, никак. И буквально вчера, когда я помазала первый раз руки, вообще четвертый, наверное, раз засунула руки сметанным кремом, сметанкой, в том числе один раз вот с эфирным маслом лаванды, и у меня эта ранка практически затянулась. Так что, Козья сметанка не только увлажняет кожу лука и борется с сухостью кожи, но еще и ранозаживляющая. Вот такая волшебная Козья сметанка. Всем пока!